Светлана Кутлукова, агентство «Архдиалог». Если обычно я являюсь, если с вашего позволения коллеги, закрою чат и буду его периодически открывать, если появляются вопросы. Многие меня знают по мероприятиям, как модератора мероприятий, как модератора крупных деловых программ на выставках, на Мусбилде, амбассадора Мусбилд. Но на самом деле я, к счастью или к сожалению, не дизайнер по своему образованию. Я по первому образованию инженер-технолог, по второму образованию я пиарщик, еще я журналист, член с журналистом Москвы. В общем, так деятельность меня занесла в работу с интерьерным рынком. Сначала я работала в даме в компаниях-поставщиках, поэтому прекрасно знаю, что все про бонусы и так далее. И уже почти 10 лет основала, создаю и продвигаю вообще деловую индустрию в дизайне интерьеров, основала Архдиалог, и надеюсь, что у нас это получается все достаточно интересно, полезно и круто. Деловые мероприятия, конференции, в том числе дизайн-конференции, самое большое наше событие, это, наверное, то, что видно, но на самом деле подноготно, это гораздо глубже подноготно именно в интерьерном маркетинге, поэтому много того, что мы делаем, да, остается за кадром, но сегодня так или иначе буду об этом рассказывать. Так, сейчас я минуточку загляну тоже в чат, вижу, что что-то пришло. Инженер-технолог в какой сфере? Я выпускница Московского авиационного института. Вот, поэтому первым делом самолеты. Так, ну что, в общем, здесь мои регалии. Я думаю, что это не так все интересно. Это, в общем, я такая молодец, но скромность – это мой конек, поэтому давайте продолжим. И еще раз я, друзья, приглашаю вас принимать участие в конкурсе. Я об этом уже сказала. Мы сегодня встречаемся в рамках дизайн-перспективы, поэтому welcome, welcome и еще раз welcome. Ну и если я уж выбрала себе такую тему обо всем и ни о чем, советы начинающим, да, я, знаете, что сделала? Я оглянулась на свой опыт. Он у меня не в дизайне, да, все-таки у меня агентство в области маркетинговых коммуникаций, но я предприниматель. И, соответственно, за мной команда, за мной сотрудники. От души передаю им большой привет. У меня было очень много сложных ситуаций. Конечно же, я и попадала на деньги, и штрафы, и суды, и кидания со всех сторон, и поставщики, и клиенты. В общем, все это в бизнесе, в любом. Неважно, дизайн, интерьер, маркетинг – это все плюс-минус одинаково. Поэтому сейчас, оглядываясь назад, я сделала такие вот вырезку, да, 10 пунктов, чтобы я посоветовала себе, когда 10 лет назад я начинала свой бизнес. И вот эти советы я вам сегодня дам. Даже если они не очень касаются дизайна, я думаю, что они все равно будут вам полезны. Ну, конечно, на дизайн мы будем опираться. И первое, что я хочу сказать, что мы живем с вами, друзья, в такое необычное, интересное время. Все называют это время перемен, кризис, жопа, я не знаю, что-то еще. В общем, все жалуются, да, там, на жизнь. Но я рекомендую вам на жизнь не жаловаться. Я рекомендую во всем искать очень крутые инструменты и вообще историю для развития. Вспоминая, тоже вот буду рассказывать, да, в таком формате стори-теллинга, вспоминая себя 10 лет назад, я начинала свое дело с того, что, ну, конечно же, я ушла с работы, у меня не было ничего, кроме головы, ноутбука. И вот я решила, что я такая классная, сейчас я буду делать архдиалог. Тогда ни о каких-либо мероприятиях никто не слышал. Пиар-дизайнеров, маркетинг, интерьерность, что это такое. Вообще, девочка, что ты от нас хочешь? Мне было на тот момент, там, 24, по-моему, года. Соответственно, первый же удар в этом же году, в котором я открыла свой бизнес, это было то, что у мастер-банка на тот момент, где я разместила, как большая, как взрослая, зарегистрировала ИП, разместила расчетный счет в мастер-банке, пришли первые деньги от моего первого клиента, отобрали лицензию. И, соответственно, все погорело. Все деньги пропали, деньги тогда ИП не возвращались. Сейчас, да, есть страховые истории, тогда этого не было, просто сказали, вы ИП, досвидули. И в тот момент я не работала даже год. И, знаете, это был такой удар по всему, ну, можно было закрываться, потому что, во-первых, деньги клиент заплатил, отрабатывать нужно было. И ты понимаешь, что ты отрабатывать будешь бесплатно. Ну, потому что клиент не виноват, что такая ситуация произошла, что у мастер-банка отобрали лицензию. И, в принципе, как бы, и на тот момент я пошла на лекцию Игоря Мана, у которого как раз у издательского дома Иванов Ман и Фербер тоже в мастер-банке был размещен расчетный счет. У меня пропало там на тот момент, я до сих пор помню эту сумму, 121 500 рублей. Но это и сейчас большие деньги, а тогда для меня это были баснословные деньги. Это были мои первые заработанные деньги. А Игорь Ман говорит, а у нас вот пропало несколько там миллиардов. И он говорил об этом так легко и непринужденно и говорит, что, ребят, ну проблемы, они только в голове. Кризис, он только в голове. Поэтому берите в кулак всю вашу волю, действуйте, и вам все ни по чем. И тогда это было для меня действительно классным уроком. Мы отработали все с клиентом. Клиент все понял. Ну, он даже особо и не был в курсе, там, деньги, не деньги, не важно. Вот, но суть в том, что любая кризисная ситуация, она дает вам силы и дает вам, безусловно, мотивацию. Поэтому, друзья, сейчас самое время мыслить нестандартно, креативно, оригинально. Не бойтесь ничего. Если сейчас вам говорят, что не лучшее время для начала бизнеса, просто забудьте про это, никого не слушайте. И, знаете, вот время начинать. Действуйте в любое время, когда только удобно. Более того, профессия дизайна интерьеров, это вот, наверное, тоже оглядываясь назад, я понимаю, что я ни производства запускала, ни станки закупала. И это не страшно. Ну, закрыться вы всегда успеете. Здесь такая история, когда вам тоже нужна только ваша глава и рабочий инструмент, будь то там планшет, ноутбук или хорошо подвешенный язык. Поэтому ничего не бойтесь. Все здорово. Есть каворкинги, есть, не знаю, там, офисы поставщиков. Если вам нужно там где-то сесть, клиентов, пожалуйста, пруд пруди, есть социальные сети. В общем, сейчас самое время развиваться. Поверьте, спустя 10 лет вы посмотрите назад и скажете, какой я молодец, что тогда не бросил это дело. Ну, это, наверное, совет такой нулевой. И сейчас мы пойдем уже по порядку к моей десятке советов, которые я рекомендую продумать в самом начале своего пути. Ну, либо сейчас, если у вас уже есть какой-то опыт, и вы не продумали. Первое, конечно же, на что я хочу обратить ваше внимание, это подумать о своей уникальности. Так или иначе, в дизайне интерьеров сейчас высокая конкурентность. Никуда не денешься. Большое количество курсов, большое количество обучающих школ. Это здорово. Индустрия развивается. Но дизайнеры плодятся с огромной вообще скоростью. Хорошо это или плохо, я вам сказать не могу. У меня есть на этот счет свое личное мнение. Но рассудит нас только время и только рынок. Вот по среднестатистическим подсчетам в Москве сейчас 15 тысяч дизайнеров. Это, конечно, мало по сравнению с объемом жилья, которое вводится. Но это много по сравнению с тем, что не все, кто покупает сейчас жилье, заказывают дизайн интерьеров. Поэтому для того, чтобы выделиться среди прочих, вам, конечно же, нужно определиться со своей уникальностью. Мало быть просто дизайнером интерьеров. Нужно быть дизайнером интерьеров с какой-то изюминкой, с какой-то фишкой для того, чтобы вы выделились среди прочих. Кто-то из вас учится, кто-то уже отучился, кто-то уже все знает, но просто подумайте, представьте себе ситуацию. Вот я сижу на школьной скамье школы какой-нибудь дизайна, и со мной сидит мой товарищ. И вот мы от и до прошли один и тот же курс дизайна, мы так или иначе обладатели определенных навыков, определенного функционала. Почему клиент, который вот стоит условно перед нами, и перед ним сидят два одинаковых дизайнера, должен выбрать меня либо ее. И когда вы начинаете думать об этом и мыслить, пожалуйста, представляйте себе клиента и представляйте, почему вы друг от друга отличаетесь, чем вы отличаетесь друг от друга. Буквально вчера делала исследования, обратилась к нам в студию дизайна, делали для них исследования, которые хотят там условно выйти на один сегмент клиентской аудитории, а я смотрю на их сайт, я смотрю на то, как они выглядят, я смотрю на их социальные сети и понимаю, что они не про то, они совершенно про другой сегмент, про другую аудиторию. И говорю, ребят, в чем уникальность, чем вы отличаетесь от других, чем вы отличаетесь от других. И у них как бы внутри это все сидит, это все зашито, они действительно, я вижу со стороны, чем они отличаются от других, они вот не могут это нащупать. Поэтому пока вы в начале своего пути, пожалуйста, подумайте. Уникальность может потом измениться, вы можете перейти из одного сегмента в другой, вы можете переформатироваться, найти партнеров, вообще бросить дизайн, заняться там мебелью. И в этом будет ваша уникальность, да, там мебельщик с дизайн-образованием, как сейчас делает там Михаил Грачев, Инна Назорская, огромное количество дизайнеров, которые сейчас запускают свои производства. Виталий Гбетив, Михаил Шапошников, пожалуйста, имен масса. Но при этом все равно выделиться среди этой толпы позволит какая-то фишка. Что это будет за фишка? Решать вам. Будет ли она какой-то супер уникальной, вы будете открывать свой стиль? Почему нет? Давайте вспомним пример Аленки Горской. Алена Горская, на минуточку, да, это моя подружка, с которой мы работали в найме в одной компании, да. И я помню, ну, собственно, мы давно знакомы, и мы помогали Алене в том числе делать там первые шаги в плане узнаваемости. Это было там сто лет назад, когда мы работали в интерьерной компании, как я вам рассказывала. Она там работала дизайнером, я работала как раз руководителем отдела маркетинга. И я помню, как ее выгнали с работы, ну, уволили со словами, что, Ален, ты как бы что-то ты идешь вне системы, ты предлагаешь нам то, что нам не нужно. И вот в этом ее фишка, понимаете. То есть то, что человек работает вне системы, и ей потребовалось достаточно много времени для того, чтобы выработать собственный стиль. Тяжело, ее никто не принимал, хейтили и так далее. Но вот оно, прошло время, и она не свернула со своей тропы. И это здорово. Поэтому, друзья, подумайте об этом. Я вам в качестве идей для вдохновения, конечно же, накидала некую канву. Я не призываю вас ей следовать, я не призываю вас делать по шаблону. Просто как можно выделиться среди остальных, да. Еще раз, дизайнеров интерьера очень много, а дизайнеров интерьера, например, ресторанов уже меньше. Дизайнеров интерьеров офисов уже меньше. Деревянных домов совсем немного, да. Вот сколько вы знаете дизайнеров интерьера, которые специализируются на деревянных домах. Ну, вот я в Марину Пене знаю, Наташу Ломек, Татану Кузимбаеву, которая архитектор, он их и проектирует, да. Какого там еще-то, я уже и так и не вспомню. А, господи, Читу Санкт-Петербургскую, Сорокиных. Вот, и все. Ну, то есть, и то они позиционируются не как деревянные дома, а как дизайнеры-архитекторы усадеб, да. То есть, они переосмысливают историю усадеб и делают современные усадьбы. В этом их конкурентное преимущество. Нельзя сравнить там Марину, которая, например, да, специализируется и отлично себя чувствует в деревянных домах компании Хонка, и Марию Сорокину, которая специализируется на создании вообще усадеб на основании там исторических каких-то документов. Вот. И у них абсолютно два разных заказчика. Не пойдет клиент Маши к Марине и наоборот, да. Это обеспечивает вам, на самом деле, большое количество клиентов и Голубой океан. Вообще, стратегия Голубого океана. Как еще можно, да, по площади, по типам услуг, по типам, по стилю, современный, классический, да, на здоровье. Какой-то авторский подход, да, если он у вас есть, там, по звездам, гадания карты Таро, по гороскопам, фэншуй, васту, да, что угодно. Но самое главное, знаете, чтобы вы с этим, вам было с этим комфортно. Не нужно навязывать и надевать на себя, там, чужой пиджак, чужую рубашку и говорить о том, что вот я послушал вебинар, мне сказали как-то найти свое конкурентное преимущество, ну, пусть будет вот это, да, и пальцем в небо ткнули, и теперь я с этим живу. Нет, с этим не надо бороться, нужно действительно найти прям свое, от этого кайфовать, и таким образом вы будете транслировать вот этот кайф в массы, и к вам будут притягиваться те клиенты, которые вам нужны. Но давайте тоже, если уж мы говорим про мой опыт, я сегодня делаю, да, такой ликбез на основании своего опыта, почему бы мне, который не имеет никакого отношения к дизайну, не открыть просто какое-то там пиар-агентство и пописывать статейки, собственно, с чего я начинала, да, когда я ушла с работы, осталась с кредитом и с нулем денег, и никому нахрен не были нужны вообще дизайнеры и мероприятия, пиар-статей и так далее, а нужно было на что-то жить. Я писала большое количество статей в различных, во все СМИ, вообще в которых только можно. Ну, на фрилансе зарабатывала деньги. Я думаю, что многие из вас тоже прошли через это, там, делая какие-то мелкие объекты, которые вы никогда в жизни никому не покажете. Вот я тоже никогда в жизни не покажу никому эти материалы. Ну, не суть. И почему бы, да, не открыть какое-то агентство широкого профиля? Было бы больше клиентов, казалось бы, да, и там и молоко мы можем продвигать, и хлеб, и трусы, и дизайнеров, и напольные покрытия. Но я выбрала для себя узкую нишу, и я в этом профессионально, я в этом одна, я в этом экспертна, я знаю всех вообще, кого только вот можно знать. И действительно, когда там задаются вопросы, ребята, вот кому можно обратиться за такими услугами, ну, конечно же, на ум приходит архдиалог. Поэтому и в этом как раз конкурентное преимущество, и фишка в том, что ты не тратишь почти денег на рекламу. Ну, практически, да я не помню, чтобы я когда-то платно участвовала хоть в одной выставке, да, или что-то там публиковалось платно в каком-то журнале. Нет, потому что сарафанка запускается, тебя начинают передавать из рук в руки, и ты действительно в своей нише становишься достаточно известным, популярным быстро. И как раз вот это я и призываю вас сделать. Так, с уникальностью разобрались. Надеюсь, что вот с этим вы озадачитесь, подумайте. Это такой важный шаг, с которого стоит начать. Следующая история – это имя регистрации. И здесь тоже я вспоминаю, давайте вот тоже свой опыт. Слава богу, что 10 лет назад я придумала такое емкое, звонкое, интересное название, которое объединяет в себя несколько смыслов, и при этом я сразу же его зарегистрировала. Потому что, конечно же, я не собиралась закрываться моментально, и название было классное. И я больше чем уверена, если бы я его не зарегистрировала, через несколько лет пришел бы кто-нибудь и сказал мне, теперь архдиалог – это не вы, а мы. И, кстати, у меня был такой случай, я вам тоже, если хотите, расскажу, когда наши коллеги из Архангельска решили сделать какое-то мероприятие, назвав это архдиалог, но только вот как бы сокращение не архитектурный, архангельский диалог, и пригласили нас его, значит, модерировать. Я уже не помню, я говорю, ребятушки, все очень здорово, но как бы вы используете мое название, у меня зарегистрированный товарный знак, поэтому давайте-ка вы переименуйтесь. Они сказали что-то из разряда, ну вы сначала докажите, а что доказывать, у меня все документики-то приложены, сложены. И мы такие, да будем по-хорошему или будем по-плохому? Они, в общем, говорят, ну давайте по-плохому. Но по-плохому ушел им иск на полтора миллиона рублей за незаконное использование нашего товарного знака. Ну, конечно же, после этого они дали заднюю и сказали, ладно, давайте по-хорошему. Была еще и обратная ситуация, давайте тоже расскажу, раз уж мы сегодня про стори-теллинг, в том числе с Полиной Афонской, когда мы делали конференцию, которая называлась у нас «Школа умного дизайна», такая конференция, посвященная инновационным системам. И, конечно же, я не занимаюсь тем, что регистрирую название каждого своего мероприятия. У нас их около 300 в месяц, и просто мы чокнемся, если будем их регистрировать. А у Полины, как вы знаете, школа называется «Умный дизайн». И Полина говорит, Свет, что-то не то, мы тут друг к другу конкурируем. В общем, давай, как бы я регистрирую, у меня зарегистрированный товарный знак. Я говорю, ну я-то первая начала делать эти конференции. Говорю, ты зарегистрировалась там в 2017 году, а у меня там первая была, не знаю, в 2016. Ну, там, условно говоря, разница. Она говорит, да, но я-то первая зарегистрировалась. Ну, хорошо, что мы с Полиной, да, как бы хорошо общаемся, дружим, поэтому мы полюбовно решили этот вопрос. Но суть в том, что кто первый встал, того и тапки. Поэтому, друзья мои, придумали емкое классное название, обязательно, что сделаете? Обязательно проверьте его. Во-первых, проверьте сейчас открытых источников большое количество. Что вот я вам дала скрины? Во-первых, замечательный сайт, который называется Brand Search, где вы можете просто найти товарный знак. Вот я взяла в Билла Архдиалог. Вот, пожалуйста, почему-то какая-то там солнечная долина с нами образовалась. Но Архдиалог, зарегистрированный товарный знак, то там 2000 какого-то там с 40-го года. Все, его не трогаем на английском, на русском и в различных его там вариациях. Вот, поэтому если вы подумали, что вы придумали супергениальное название, идите сначала проверьте, чтобы вам потом не прилетело на полтора миллиона, а то сейчас, наверное, и выше. К счастью, у меня не было таких прецедентов больше. Поэтому я не знаю, сколько сейчас стоит незаконное использование товарного знака. И это первое. Дальше зайдите. Если он свободен, все супер, здорово. Прямо вот регистрация товарного знака достаточно долгий процесс. Он занимает там около года, поэтому лучше сразу подать документы на регистрацию. Если вы не собираетесь там завтра закрываться, вы действительно чувствуете, что вот вы нашли, да, какое-то супер название, которое вот вам отзывается. Дальше. Зашли на сайт ник.ру, да, на любой вообще доменный регистратор доменных имен. Вот он с левой стороны. И посмотрели, доменное имя-то сайт свободен или не свободен. Да, потому что, ну, наверное, сначала я бы с сайта начала, а потом уже пошла товарные знаки искать. Вот, потому что по сайту тоже можно найти, что это за компания, чем занимается, где у меня будет висеть мой сайт. И вообще я придумала, я все сделала. Из-за фирменный стиль нарисовала. У нас тоже такой был недавно дизайнер. Говорит, я все придумала. Я заказала фирменный стиль. Я потратила деньги. Я здесь делала сайт. Я говорю, здорово, а где вы его будете размещать? Вы уже купили домен? Нет, не купила. И потом она чухалась, перечухалась, чтобы найти себе доменное имя, которое хоть как-то там будет соответствовать ее товарному знаку. Вот, поэтому, как вы понимаете, что с каждым годом свободных легких доменных имен все меньше и меньше. Поэтому, пожалуйста, тоже этим озадачивайтесь. Доменные имена стоят сущие копейки, поэтому лучше, это не товарный знак, да, лучше сразу купить, потом, со что откажется. И есть еще простая форма защиты своих авторских прав. Вот это как раз история с Полиной, да, с Афонской, с которой мы столкнулись. То есть, в принципе, у нее не было зарегистрировано школу умного дизайна, по-моему, а, или не с Полиной, или с Саней, не помню, в общем, с кем-то. Кто-то, можно пройти такую light историю регистрации своих авторских прав на контент, например. То есть, если вы боитесь, что у вас могут там спереть текст, спереть название, спереть какой-то курс или что-то еще, то есть такая история, которая называется депонирование. Вот внизу тоже дан сайт, где можно задепонировать какую-то свою интеллектуальную собственность. Просто, условно говоря, загружаете туда контент. Это, кстати, хорошо работает с точки зрения инфопродуктов. И все, и он ваш, и никто, как бы, ничего больше на него никаких претензий не имеет. Но, но, здесь есть фишка, юристы в этом лучше разбираются, чем я, но я только по опыту могу рассказать, по опыту исков и споров. Если, допустим, вот смотрите, там архдиалог, да, условно, я зарегистрировала товарный знак, а кто-то в этот момент задепонировал этот архдиалог, то товарный знак, он как бы круче и выше, то есть выиграю я, а не тот, кто задепонировал. Но, если я задепонировала вот этот свой товарный знак, да, это вот внизу, в самом вот этот скрине, NRIS, вот который называется, задепонировала, и кто-то просто решил без разрешения использовать архдиалог, я такая, ребятушки, задепонировано, не надо лезть ручонками, и быстренько иду регистрирую товарный знак. То есть, ну, наверное, простыми словами, это такая предрегистрация. Поэтому, друзья, еще раз защищайте, пожалуйста, свои права, иначе вам потом прилетит. Так, с именем определились, с товарным знаком определились. Едем дальше. Теперь пора о себе рассказывать. И чем раньше вы начнете о себе рассказывать, тем, поверьте, в дальнейшем вам будет проще. Давайте тоже вспомним свою историю, начало своего пути. Как я вам говорила, да, я ушла с работы, этот, как он называется, кредит, ипотека, в общем, весело. У меня все крутят виска, говорят, с ума сошла, что ты вообще творишь. Я говорю, а я пошла бизнес открывать свой. Вот. И, соответственно, фриланс туда-сюда. Но при этом куча времени, объективно, золотое было время, куча времени свободного, потому что работы нет, клиентов нет, ты находишься в их поиске. Что делать? Работать над собственным имиджем. И в этот момент как раз у вас есть время на то, на что у вас его потом не хватит. Зарегистрировать свои соцсети, пописать статьи, придумать, может быть, себе какой-то псевдоним творческий, да, зарегистрироваться на всех сайтах регистрации, куда вы потом будете выкладывать, я вам чуть позже дам этот список, куда вы будете выкладывать свое портфолио, создать себе какой-то худо-бедно-фирменный стиль на каком-нибудь бесплатном сайте, где это можно сделать. Да, сейчас искусственный интеллект вообще делает большое количество. То есть заняться тем, на что, поверьте, спустя какое-то время у вас его не будет. Вот сейчас, да, я всем говорю, пишите статьи, ведите блоги. Вот. Я вам кучу сегодня дам инструментов, чтобы это делать, но поверьте, человеку, который не дадут соврать девчонки, которые там по 12 лет до практики, им некогда. Либо они нанимают на это сотрудника специально обученного, либо им просто не до этого. И в результате мы приходим к чему? Мы приходим к тому, что те ребята, которые в начале своего пути вкладываются в свое имя, в свой пиар, выстреливают и становятся более популярными, чем те, которые реально талантливые, трудяги, работяги. Но они вот работают, 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 а публикации потом. А публикации когда-нибудь, ну, не успели, ну, и ладно, статью написать, да потом. Интервью, ай, не до этого сейчас объект сдаю, да. То есть, друзья, вот еще раз такой вот мой совет, оглядываясь назад, займитесь, пожалуйста, своим пиаром. Что входит в пиар? Сейчас в начале пути, скорее всего, у вас нет каких-то там бюджетов на супер рекламу, на супер какое-то оформление, займитесь хотя бы чем-то бесплатным. Что может быть бесплатно? Это может быть обычные статьи в различных СМИ, где нет ваших, ваших проектов, да. То есть, вот вам примеры, это все наша работа, да, наша служба опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Мы работаем очень много со СМИ. Как я уже говорила, я сама журналист, победитель многих конкурсов, и поэтому у нас есть такая услуга, как вот как раз мы пишем большое количество статей для дизайнеров, для поставщиков, и все это размещаем в различных источниках, да. Вот здесь вы видите и РБК, и коммерсанты, и дзены, и реанедвижимость. В общем, вся эта движуха знаю, умею, практикую. И здесь, как вы видите, нет проектов прямо вот сфотографированных или 3D, здесь просто экспертные мнения. Но это нам нужно для того, чтобы ваше имя, ваш бренд начал прогугливаться хотя бы, чтобы потом, через какое-то время, когда вас начал искать клиент. Вот у нас, кстати, да, пожалуйста, история. Настя Леонова, замечательная, талантливая, классная девчонка, пришла к нам дизайнер интерьера, специалист, очень крутой в общественных, в Хорике. Пришла и говорит, Светлана, выручайте, опыт у нее достаточно большой, выручайте, от меня клиенты отказываются, потому что я не прогугливаюсь, потому что меня передают из рук в руки. Я делаю классно там рестораны, отели и бары, и кафе. А вот тут у меня сейчас пошли клиенты, которым нужно посмотреть вообще, кто я. И обо мне ничего нет. Мы такие, ну в смысле, в смысле нет. Она говорит, у меня задача, вот сейчас я буду тандыриться, у меня задача за месяц, чтобы вот он заходил в Google, вбивал меня, и чтобы прямо вот было Анастасия Леонова дизайн ресторана, Анастасия Леонова сделала отель. Вот, пожалуйста, ситуация, с которой вы можете столкнуться. Чтобы такой ситуации не было, вперед с песней, прямо сейчас начинайте общаться со СМИ, предлагать свои материалы, предлагать свои экспертные мнения, писать в тот же дзен, да, чтобы там было ваше имя, фамилия, название студии, которые вы себе придумаете. Совершенно, да, видите, простые темы, вы точно про них можете написать. 10 там антитрендов, бюджетное проображение интерьера, строители теряют материалы, выбираем ламинат. Вы что, не сможете про это написать? Сможете, проявляйтесь, пишите, действуйте. А что еще? Если вы понимаете, что, допустим, у вас нет там времени, желания общаться со СМИ, или у вас там как-то, не знаю, не идет эта история, да заведите себе свои блоги. Не единым, да, инстаграмом жива вообще наша индустрия. Есть и дзены, и хаузы, и my room, и большое количество вообще, в принципе, порталов, где вы можете размещать свои статьи самостоятельно. Они точно так же будут индексироваться поисковыми системами, и вы точно так же, как говорится, будете прогугливаться. Поэтому вперед из песни. Если же у вас уже есть какой-то проект, да, вот я видела, что там не все новички, у вас, ну, есть что-то отфотографированное, сделано, то ваша задача вот как раз на этом проекте мощно бахнуть. Я вообще считаю, что если проект сделан и отфотографирован, если 3D хороший сделан, уже тоже можно с этим работать. А если вы еще время потратили деньги на фотосъемку и стилизацию интерьера, то вы должны с этим проектом, знаете, во все тяжкие, как говорится, пройти. Вот как раз, сейчас переключится, да, тот самый проект Анастасии Леоновой, о которой я рассказывала, которая пришла и говорит, вот у меня есть офигенный отель в Туле. Мы, правда, уже год назад открыли, какая-то там была одна публикация, а вот мне сейчас нужно, чтобы я прогугливалась. И мы взяли, написали статью, взяли интервью, взяли интервью владельцев этого отеля. И это прям, мне кажется, одна сотая публикации, которую мы сделали, потому что, ну, реально мы пробомбили все СМИ, начиная там от салона, да, интерьерных, и во всех СМИ, посвященных Хорике, отельной индустрии и дизайн индустрии. В общем, ну, один проект. Классно отфотканный, здоровский, каким-то неизвестным, ни Красюком, ни Ананевым, ни суперизвестным фотографом, просто какой-то тульский пряник фоткал. Вот, все. Вот один проект, еще раз, нужно прям расшарить как можно больше. Интерьерных журналов у нас сейчас, я вам тоже дам список, многие думают, что их немного, они есть, поэтому не стесняйтесь, отправляйте. Не взял один, возьмет другой, отправляйте, отправляйте, отправляйте. Ничего не должно лежать в столе, все должно идти в работу в массы. Вот тот самый список, о котором я вам говорила, можете заскринить. Пожалуйста, есть российские печатные СМИ, зарубежные. Вот здесь вот даны с собачками, потому что это я пост писала в Инстаграм у нас. Можете перейти в Инстаграм. Архдиалог, он как всегда, он такой же, как товарный знак. Так, перейти, и там прям активно все даны активные ссылочки. Где-то там вот он у нас есть. Но можете заскринить и действовать. По поводу зарубежных онлайн СМИ, я думаю, вы понимаете, что сейчас там нас не сильно ждут, но реально классные проекты, они берут и публикуют. Я была приятно удивлена, когда увидела недавний, вот как, не помню уже, чей проект там. Я просто подписанно, активно читаю и пишу сама, и перевожу статьи. Вот как раз с Архдейли, с Дизин, и я прям увидела наши, и думаю, ну классно. Значит, не все потеряно. Так, сейчас посмотрю, что вы пишете. Тут какие-то три интересные, 100% так. Да, да, спасибо большое, что поддерживаете. Мне приятна ваша поддержка. С пиаром мы разобрались, едем дальше. Портфолио. Ну, наверное, надо было поменять местами пиар и портфолио, но здесь уже, да, рейтинг на ваш вкус. Дальше мне часто задают вопрос, не только мне, вообще дизайнеры задаются вопросом, а с чего начать, а у меня ничего нет, мне нечего делать, нечего показывать. Ну, друзья мои, обычный ответ на простой вопрос. У меня нет портфолио, что делать? Нарисуйте, создайте себе портфолио. Не сотвори себе кумира, как говорится, сотвори себе портфолио. Проекты могут быть самые разные, абсолютно разные. Конечно же, там свои, которые вы делали в студенческие годы, те самые замечательные наши любимые санузлы, которые у вас там заказывали друзья. Но, смотрите, самое главное помнить, да, мы с вами на первом слайде определились с уникальностью. И желательно придерживаться этой уникальности. То есть, если вы решили, что вы будете экспертом, там, не знаю, в классических интерьерах, вот вас, вам прям в кайфуши, да, их делать, а вам приходит, ну, понятно, в начале вам все, что угодно приходит, да, вот как и мне, я тоже вспоминаю, что я только не делала. И сайты верстала, и новогодние календари, и статьи писала про подделки, да, грешна была, знаю все подделки, сколько стоят. Вот, и, соответственно, к вам вот то, что вы показываете, то и будет приходить. Если вы для себя выявили, да, какую-то уникальную историю, не показывайте то, что ей не соответствует. Делайте ради денег, но показывайте ради новых клиентов. Поэтому хотите работать в классике, а вам пришла там современная, да, современный проект, сделайте, и на эти деньги нарисуйте себе проект в классике. Придумайте себе клиента, сделайте какой-то проект, который вы будете показывать. Пусть он у вас будет один, нарисованный, придуманный, неважно. Вы его отправите в СМИ, вы его отправите на конкурс, вы его выложите себе в соцсети, вы создадите вокруг него какую-то легенду, на него будут приходить люди уже, которые увидят и скажут, я хочу так же. Мне понравилось то, что ты делаешь, мне нравится твоя философия, мне нравится стилистика. Вот ради этого мы с вами, друзья мои, вот сейчас сидим и все это обсуждаем. Не показывайте то, что вы не хотите, в чем вы не хотите работать. Как вариант, вы можете взять что-то готовое, да, например, не знаю, в интернете нашли там какую-нибудь страшненькую там P44 или какой-нибудь пиковский, да, там проект какого-нибудь дизайнера, посмотрели, взяли планировку, она вам понравилась и придумали что-то свое, да, вот вас вдохновило, вы свою квартиру взяли, отрисовали и сделали, да, ну туда же всякие учебные работы, какие-то тестовые задания многие дизайн-студии дают, да, и все, кстати, дизайнеры, ну многие дизайнеры тоже, мы не будем выполнять тестовые задания. Так рассматривайте тестовые задания как часть своего будущего портфолио, потому что тоже не дадут соврать, наверное, те, кто уже с большим опытом придумать и создать, нарисовать себе портфолио задачи, вообще это так лениво, и пока не пнешь, не полетит, поэтому я прям рекомендую участвовать в конкурсах, потому что у вас там есть дедлайны, и вы вот к этому дедлайну чего-то вот поднимаете свою пятую точку и начинаете что-то делать, и потом благодарить себя, какой я молодец, теперь у меня в портфолио есть там, не знаю, светильник, да, вот у нас у Сонакса сейчас есть конкурс про светильник, и вы вот, не знаю, всю жизнь хотели сделать светильник, а у вас не было мотивации, а тут вот послезавтра нам сдавать работу, вы сели, за ночь придумали, победили, не победили, другой вопрос, вы сделали, а если вы скажете, ну я думаю над этим, просто еще время не пришло, но оно не придет никогда. Ну еще история есть там про благотворительный дизайн, допустим, да, есть, вот я знаю, что сейчас Наташа Мартынова, тоже моя подруга, делает проект для Дома Маяка, по-моему, так называется, благотворительный фонд, и там тоже можно себя как-то проявить, положить это в портфолио, почему нет, однушечка с журналом АДЭ в свое время делали проект, там, квартиры для мальчика, который вот выпустился из детского дома, ну то есть еще раз, могут быть различные вариации, просто делайте это, пожалуйста, благотворительный для друзей, с друзьями, родственниками я не рекомендую работать, вот, но можете, конечно, потому что благотворительный дизайн для друзей, он будет, обернется вам боком, друзья мои, вот я думаю так, потом, потому что вам скажут, ты все плохо сделал, какая-то благотворительность, благотворительность, не благотворительность, а так, и что еще, да, из-за всего многообразия я рекомендую выбирать лучше-меньше, да лучше, да, есть пословица, поэтому не надо выплевывать на свои сайты и на свои, там, соцсети вот все, что сделали, там, от санузла до санузла, выберите вот самое такое вкусное и, ну, не знаю, меня тоже спрашивали, в чем проблема, напишите, это некоторые из моих работ, это там некоторые из последних работ, это там работы, сделанные за последние полгода, чего боитесь-то, да, ну, если вы начинающий дизайнер, вы так и пишите, я начинающий дизайнер, вот там, это мои работы, которые вот меня вдохновляют, я готов сделать такие же для вас, да, не хотите показывать то, что старое было, ну, не показывайте, вот, уберите все то, что некрасиво, показывайте только красивое, ну, и тут фраза про плохой дизайн не лечится хорошей презентацией, это скорее к оформлению, да, потому что если вы супер вкусно сделали сайт, а там, ну, вот тоже ко мне тут недавно приходили на консультацию, ребята, у них на заглавной странице стоит дверь, входная дверь и коридор, я говорю, ребят, а сайт все красиво, все чистенько, все здорово, я говорю, вас не смущает, что у вас как бы не какой-то вид красивый, там, который показывает вообще все возможности, не гостиная, не спальня, вот, дверь входная, она какой-то арт-объект, я не понимаю, просто взгляд намылился уже у ребят, и они не понимают, что так как бы некрасиво. Ну, и работа на перспективу, это то, о чем я вам говорила, да, думайте на шаг вперед, думайте о тех проектах, которые вы хотите делать, а не которые вы сделали сейчас, и показывайте то, к чему вы хотите идти, а не на том месте, на котором вы хотите топтаться. Еще я рекомендую, вот это можно прям, знаете, заскринить и использовать в качестве такого шаблона для ваших публикаций, для ваших постов, потому что тоже очень многие дизайнеры грешат тем, что они сайты делают, просто картинки выкидывают и пишут, там, двушка в хамовниках, трешка в Бутово, однушка где-то там, и все. Ну, вы понимаете, да, что это совершенно не информативно, а сделайте сторителлинг из этого, напишите вкусно об этом проекте, это можно сделать на сайте, это можно сделать в постах, это можно сделать в печатной версии, ну, если там, допустим, вы будете делать себе портфолио в печатной версии, в PDF-версии, в презентации, напишите, что вот он проект, у него такая предыстория, передо мной была такая задача, клиент пришел с такой проблемой, я так-то ее решил. Классная история показывать корзину, неудачные варианты, это вообще, это интересно смотреть. Мы вот сделали там три варианта планировки, но от них отказались, почему? Потому что я эксперт и знаю, что клиенту подойдет вот это, да, но вот это классно, кто сейчас следит за ремонтом моей квартиры с Катей Дятловой, видит, да, что за этим интересно наблюдать, что там на стенах, оказывается, вот сейчас разобрали, а на стенах не были ни к чему прикреплены, они просто в воздухе болтались, come on, да, это же интересно, и все, всем интересно, что будет дальше, что из этого выйдет, сделайте такую легенду, это просто, вот, просто, control-c, control-v. Так, что-то я перелистнула, нет, все нормально. Как мы это оформляем? Ну, оформляем просто, в принципе, как хотите, хотите PDF, хотите видео, хотите загоните в Миджо, они вам сделают там презентацию, искусственный интеллект, но, как я уже говорила, лучше меньше, да лучше, лучше проще. Обязательно, кстати, вот тоже проверьте текст перед публикацией. Я столько ошибок вижу на сайтах у дизайнеров, в портфолио, в презентациях, господи ты, боже мой, да, если вы отправляете клиенту эту информацию, то, ну, просто через Word прогоните, тоже сейчас есть тот же чат GPT, который проверяет ошибки, искусственный интеллект, ну, бывает, глаз замыливается, но есть клиенты, которые прям вот придираются. Я, например, у меня прям начинают дергаться глаз, если я вижу какие-то прям косяки, ошибки, и бывают опечатки, а если мне подрядчик пришлет резюме там или свое портфолио, и там будут орфографические, грамматические ошибки, ну, такое себе, да, ну, как бы так. Да, жирным выделила упоминать соавторов, бывает, что вы в студенчестве сделали там с другом какую-то работу, пожалуйста, тоже не забудьте указать, все-таки его интеллектуальная собственность тоже. Ну, будьте актуальными, обновляйте, мы про это уже поговорили. Здесь красным я выделила такую фразу, которую я рекомендую вам включить в договор с вашими клиентами, чтобы клиент это подписал, потому что бывает такое, что клиент может сказать, дорогой мой дизайнер, ты сделал проект для меня, и ты даже не можешь никому показывать мои 3D-визуализации, потому что я у тебя их заказал, и ты мне передаешь эти материалы. И здесь такой, знаете, спорный вопрос, с одной стороны, это ваши работы, вы можете это доказать, с другой стороны, ну, клиент, как бы тоже с ним не хочется ссориться, спорить и так далее. Поэтому включите вот эту историю, что клиент разрешает исполнителю использовать результаты работ в том виде, в котором они были приняты клиентом. И тогда клиент, когда это подписывает, все, в общем, становится проще. Да, теперь где все это размещать, да? Ну, есть площадки, где все, вы можете зайти и просто своими ручками зарегистрироваться, это вот мы говорили там про пиар, да, это вот туда зайти, зарегистрироваться, оставить почту, подтвердить почту, перейти по ссылке, ввести код, утка в зайце, зайц в шоке, да, это занимает время. Займитесь этим, пока у вас есть время, и загрузите туда уже ваше портфолио. Все, с этим все понятно. Это, значит, слева и справа, это сайты, сайты-шаблоны, на которых можно сделать быстро портфолио, вывесить это в интернет и отправлять уже своему заказчику, не нанимая никаких там специалистов по программированию, просто взяли и сделали для себя такой простой обычный сайт-лендинг, который сейчас актуален, может быть, у каждого дизайнера. На этом останавливаться не будем. Конкурсы, мои любимые, здесь буквально скажу два слова, то же самое, как и про пиар. Друзья, у вас сейчас замечательная возможность, пока есть время, силы, пока вас не завалила слава, работа и клиенты с мешками денег, принять участие в большом количестве конкурсов. Это история на пиар, на узнаваемость, на имя, быть может, на победу, быть может, на денежный приз, на какое-то обучение, на путешествие, на что-то еще. Еще раз, поверьте моему опыту, потом времени не будет. И еще очень круто, вот я сейчас тоже вспоминаю, там, оглядываясь назад, вот в ретроспективе своей работы, когда у меня еще была возможность подавать вот архдиалог, как агентство, себя, как журналиста, как профессионала, как предпринимателя, там, свой бизнес и так далее, я этим занималась с большим удовольствием. И навыигрывала там кучу конкурсов, да, там у меня есть награды и по журналистике, и по предпринимательству. Но это было тогда, когда вот реально нужно было сидеть и заявки оформлять, и что-то там собирать, какие-то обороты за год, и вот это вот все. Я понимаю, что делегировать, я вряд ли это кому-то делегирую, потому что это достаточно такая личная история, да, и там все-таки, ну, нужно, чтобы чувствовался человек, который подает эту заявку как руководитель. И все, в какой-то момент я на это забила. Но, если вы обратили внимание, в самом начале, когда я представлялась, прочитали вы, не прочитали, второй вопрос. Кто это прочитал, кто это нет. Там идет большое количество моих регалий, в том числе большое количество побед в конкурсах. Поверьте, мы сейчас очень много тендеримся, и вот это вот все, что было наработано там 5-7 лет назад, когда на это было время, все вот эти награды, все дипломчики, все статуэточки, они сейчас играют огромную роль. Для больших клиентов, которым важна твоя подноготная, важны твои награды, достижения. Будут они изучать, в каком конкурсе я выиграла 5 лет назад? Вряд ли. Но подтверждение, physical evidence есть, есть. Сейчас, может быть, есть какие-то конкурсы, может быть, нет, не знаю, некогда этим заниматься. Есть другие задачи, есть другие там бизнес-проблемы. А тогда я прям благодарю себя, что я нашла на это время, я это сделала и вам рекомендую. Поэтому прям дизайн перспективы, welcome, участвуйте, послезавтра последний день. Ну, здесь еще, кстати, я на Орак вас приглашаю. Тоже сейчас идет классный конкурс от Орак. И еще Орак анонсировал, это вообще пушка-бомба. Орак анонсировал новый конкурс с дизайн в рамках мосбилда. Это вообще Ася Николова будет, она не сможет в этом году физически взять Орак на дизайн. Если вы помните, что Орак это были самые красивые вообще стенды на мосбилде, их делала царица арта Ася Николова, в этом году Орак запустили открытый конкурс. Так что вы вообще можете стать автором стенда Орак на мосбилде, на крупнейшей выставке вообще в нашей стране, интерьерно-строительной. Поэтому, друзья, прям вот бегом вперед из песни. Соответственно, что здесь я хочу заметить в конкурсах, я хочу порекомендовать вам обращать внимание не просто на все подряд, хотя вот пока есть время, все подряд. Когда уже времени будет меньше, то выбирать конкурсы и обращать внимание не только на ценные призы, да, кролики, это не только ценный мех, вот, не только на то, iPhone вы сможете выиграть или Apple Watch, а на то, что вам может дать этот конкурс, какой пиар. Может быть, это будет крутое обучение международное, может быть, а кто в жюри, быть признанием, когда тебя признают какой-то международный член жюри, это очень круто. И вы тоже потом сможете в своих проектах использовать. В общем, конкурсы – это здорово. Я тут даже не знаю, что добавить. Обучение. Здесь понятно, что вы здесь присутствуете, я вам благодарна за это. Это уже вклад в ваше развитие, это уже первый шаг к тому, что вы учитесь. Учиться всегда нужно, никогда не поздно. И, наверное, здесь я порекомендую ловить сейчас максимальную возможность для обучения, в том числе не дизайну. О чем я хочу сказать? Тоже вспоминая свою ретроспективу, давайте вот я как раз на следующий слайд переключу. Вот с этими двумя замечательными людьми я просто благодарю вообще небеса за то, что мне удалось поработать в компании, в которой вот где мы с Аленкой, там, Горской познакомились, еще много с кем. Потому что компания вкладывала огромные деньги в обучение своих сотрудников. Это просто невероятно. Сейчас, к сожалению, руководителя нет, она скончалась. И компании сейчас не существует. Но когда мы там все работали, мы, конечно, ненавидели субботы, мы ненавидели воскресенье, потому что обучение всегда у нас было в субботу и воскресенье. Нас таскали на какие-то тренинги по продажам. А мы занимались там дизайном, оформлением шоурумов, коммерческой недвижимостью. Мы там все были такие, господи, опять эти ужасные тренинги. И что вы от нас хотите. Но я благодарю вообще небеса, потому что спустя там 10 лет я понимаю, насколько это было круто и насколько мне тогдашнее обучение дает много сейчас. Почему? Потому что нашими преподавателями на тот момент были такие гуру в области продаж, маркетинга, управления, как Игорь Ман, как Сергей Иванович Макшанов. Я не помню, кто там сам был, BBDO, бизнес-релейшнс, там синергия, преподаватели синергии, прекрасный был преподавательский состав от этих тренингов. И я понимаю, что действительно вот бизнес-азы я получила именно там. И сейчас я вас тоже, наверное, призываю немножечко абстрагироваться от дизайна, безусловно, смотреть там какие-то дизайн образовательные истории, но еще чуть-чуть посматривать в сторону каких-то бизнес-образовательных мероприятий. Я еще помню, что в мое время еще бизнес-молодость была, я тоже с удовольствием там ходила, слушала и посещала их какие-то мероприятия, тоже это очень много мне дало. Сейчас, наверное, тоже что-то есть такое, поэтому, друзья, welcome, прям учитесь бизнесу. Если дизайнер, это, конечно, творчество, это все здорово, но я думаю, что вы не пищей духовной питаетесь. Дальше. История про нетворкинг тоже. Я сейчас рекомендую вам, пожалуйста, учитесь налаживать связи. Через какое-то время вам это даст прекрасную возможность для того, чтобы искать себе новых клиентов, новых сотрудников и так далее. Те люди, которые сейчас находятся вокруг вас, они сейчас, ну, те же студенты, они сейчас молодые какие-то ребята, они, ну, вы не придаёте им особого значения, да. Ну, как бы это же мой дружбан, мы с ним пиво пили, когда вы с ним стоите учились. Поверьте, пройдут годы, и из этого дружбана кто-то очень круто вырастет. Вот. Ну, тоже давайте я вот сейчас назову там имена, там, та же Алена. Мы с ней работали вообще вместе, и да, и как здорово. Серёга Трегубов. Мы с ним познакомились на школе ремонта, когда вообще он был никем, мы там сдружились, и после этого стали общаться, я стала его приглашать как спикер. То есть, ну, это те люди, с которыми мы вместе росли, и тогда, быть может, не придавали значения, да, что кто-то выстрелит. А сейчас это люди, которые дают, ну, большое количество, ну, я не знаю, экспертности, там, клиентов, партнёрства, да чего угодно. Вот. Поэтому знакомьтесь, набирайте свою записную книжку. И вот тут я хочу порекомендовать вам прочитать книгу. Замечательная книга «Как перейти от соперничества к сотрудничеству. Коллаборация». Как раз здесь про возможные варианты для развития вообще какой-то креативности с точки зрения коллабораций. Прочитайте, пожалуйста, и применяйте в ваших знакомствах. Придумывайте какие-то кросспромо-акции. Ну, и, в общем, будет вам счастье. Здесь не буду, наверное, останавливаться. Достаточно быстро иду. Дальше сейчас загляну в чатик. Так, благотворительные это обесценивают. Это, да, так, я вот говорю, друзья, родственники, не дай бог. Одной подруге сделала проект, всё прекрасно, с другой на этой почве рассталась. Не советовала бы со своими работать. Абсолютно со всеми согласна. Крутые советы, не думала о конкурсах ради продвижения. Илона, я рада, что я вам сегодня полезна. Дальше. Так, всё, со всеми, значит, познакомились, поняли, что сейчас, знаете, у нас будет дружба на перспективу. Потому что, на самом деле, кстати, вот сейчас, ну, правда, годы, знаете, это вот молодость, это, к сожалению, этот недостаток, который очень быстро проходит. И когда мы там, не знаю, 10 лет назад дружили с какими-то людьми, а сейчас они вице-президенты банков, топ-менеджеры IT-компаний и так далее, то ты как бы понимаешь, что не зря ты с ними дружил. Вот, так что это хорошая история. Прям запомните её. Дальше. Команда делегирования. А здесь тоже, оглядываясь назад, я понимаю, что я сделала, ну, наверное, одну из роковых ошибок вообще в своей жизни. Я очень долго работала в одиночку, либо вот с помощницей. Вот, кстати, Катя, да, со мной вообще с первых дней, человек, который поверил, который сейчас в онлайне нас помогает, который тоже работала с нами в этой же прекрасной компании, которая на тот момент была в декрете, когда я решила делать архдиалог, которая поверила, сказала, да, я тебе буду помогать. Вот, и всё, и долгое время мы как-то вот работали, ну, знаете, работа это было сложно назвать. А сейчас я бы всё пересмотрела, и, конечно, я понимаю, что если бы я подумала о команде и стала набирать команду на тот момент, то развитие прошло гораздо быстрее. Наша проблема с вами, что мы очень плохо доверяем людям и считаем, что лучше сделать самому, чем объяснять, да, как пословица есть, да, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Это в корне неправильно, это я понимаю уже сейчас. Но всегда кажется, вот все вокруг дебилы, сотрудники дураки, нет нормального персонала, никого не найдёшь, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да, грешны мы все в этом. Друзья мои, нужно себя пересилить, нужно прямо вот наступить на горло собственной песни и начать делегировать. Первое время не получится, первое время вас будут кидать, я уже не помню, сколько людей у меня кидало, сколько у меня было партнёров, которые водили там вообще идеи, там, и пёрли всё. Это была боль, кровь и слёзы. Но ничего, нужно научиться, да. И в какой-то момент, ну, поговорка тоже, я прям сегодня сыплю пословицами и поговорками, один в поле не воин. И ты не можешь развиваться, если у тебя нет команды. Оставляйте всегда за собой функцию стратегическую, у вас её никто не отнимет. Ну, если вы собираетесь развиваться, я не знаю, может, вы в найм хотите уйти, а я вас тут жизни учу и бизнес развивать в России в нелёгких условиях. Вы в любом случае автор идеи, вы основатель. Никто не сможет взять вашу голову и переставить себе. Никто не украдёт ваши идеи, никто не украдёт ваш креатив. Вы двигатель, вы, я не знаю, кто там, капитан. А уже руки, руки, ну, руки, они и в Африке руки. Нанимайте, пробуйте, не бойтесь увольнять, не бойтесь набирать, не бойтесь, что уведут клиента, не бойтесь, что, ну, только контролируйте всё это, да. Поэтому вот прям, наверное, да, с высоты там своего опыта я рекомендую не тянуть с этой историей и начать делегировать как можно раньше. Очень многие боятся, что там денег не хватит и так далее. Ну, слушайте, на худой конец можешь сказать, слушай, друг, вот сейчас клиентов нет, работы нет, платить тебе нечем, прости, пойми, прости и иди с миром, с Богом. Вот тебе напутствие, да, вот тебе вебинар, иди учись. Вот, то есть, ну, разные бывают ситуации. Ещё раз, если это твой человек, он поймёт, проживёт это с тобой, скажет, ничего, я с тобой в одной лодке, мы справимся, будет ещё лучше. Если это не твой человек, он тебе скажет, ну, и та не тут сам, а я пойду за лучшей жизнью. И вы выдохнете и скажете, слава тебе, Господи, это не мой был человек. Поэтому, друзья, ещё раз, да, делегирование, команда очень важная. Я, наверное, сейчас говорю какие-то, ну, знаете, такие тривиальные вещи банальные, но говорю это действительно на собственном опыте. Здесь я вам даю такую схему дизайн-студии, ну, идеальный, наверное, дизайн-студии, которую вы можете взять за основу и начать, собственно, вот эти вот первые шаги к делегированию с неё. Я не говорю о том, что у вас должно быть точно так же, это как бы такая вот идеальная картина мира, но выстраивайте свою, да, вот ещё раз, вы во главе угла, и от вас уже идёт отдельно производство. В производстве у вас уже есть там студия дизайна, там визуализация, школа, ну, понятно, что у кого-то может быть, может не быть. В студии дизайна у вас есть там арт-директор, под ним менеджер проекта, дизайнер-проектировщик, бла-бла-бла-бла. Вы можете объединять какие-то функции, вы можете быть человеком-оркестром, неважно. Самое главное помнить, что на работу вы берёте не людей, вы берёте функционеров, вот как-то так, вот их нужно назвать. Вы не берёте человека просто за то, что он хороший, за то, что у вас подружка там без работы сидит, вы хотите её устроить. А потом вы сидите и думаете, блин, чем бы мне тебя занять, я тут работаю 24 на 7, а ты тут сидишь, и вроде тебе надо чем-то занять, а занять тебя нечем. Нет, вы берёте на функции, вы смотрите, так, значит, чего я не хочу делать, вот чего я не хочу. Я вот очень люблю рисовать, я очень люблю придумывать, я очень люблю продавать, потому что я вам курс прошёл у Макшанова и с клиентами общаться. А вот это вот я не люблю, вот я поэтому хочу взять человека, который будет делать то, что я не люблю. И вы берёте на функционал, а не просто машу за красивые глаза, да, там, не знаю, маркетинг, продвижение. Вот вы понимаете, не ваше это всё, что я сейчас рассказываю, для вас, знаете, птичий язык. И вы слушаете и думаете, господи, когда же она уже успокоится и начнёт нам продизайн. Сегодня не будет продизайн, простите, я не дизайнер, к счастью, или к сожалению. Вот, если для вас это вообще как бы тьма тьмущая, возьмите человека, который в этом разбирается. Но ещё раз, он будет работать на вас и двигать вас, собственно, не себя, вас, ваше лицо, вы капитан корабля. Дальше там администратор, персонал, юрист, офис-менеджер, кофе наливать там, да, ещё что-то. Вот вы понимаете, к вам клиенты приходят, вам нужно кофе налить, и вы тут как капитан корабля идёте. Если вы в душе бариста, не берите офис-менеджера. И если нет, вы думаете, блин, я как дебилка. Вот у меня такая ситуация в офисе, да, когда я помню, что работала одна в какой-то момент, но у меня почему-то сразу был офис, мы там снимали с друзьями по очереди, там, то они в офисе, то мы, то там, мы вместе там что-то сидели. Для имитации бурной деятельности, да, то есть вот как бы типа вот мы тут все работаем. Ко мне приходит клиент, я такой типа директор, и кофе варю, чай там, это скачу с кусочками сахара, ну, как бы такое себе. Вот, но если вы в душе бариста, то, конечно, можете наливать и варить. Ещё раз, отскринили, а дальше думаем, какие функции хотим делать, какие не хотим, и берём хотя бы свой там первого сотрудника, помощника. Сейчас все спокойно относятся к удалёнке, спокойно относятся к тому, что официально не оформлены, и поэтому работы, ещё персонала сейчас много, надо найти своего. Едем дальше, я уже не помню, какой по номеру это совет, а, но мы, кстати, близки к финалу. CRM-система, это тоже ошибка, которую я рекомендую вам не совершать с самого начала своего развития, это не вести систему учёта клиентов. Это очень важно, потому что они теряются, и зачастую, когда дизайнеры тоже приходят к нам на консультацию и говорят, у меня нет клиентов, а есть одно очень простое правило, как быстро, даже скажу, моментально найти себе клиента. Это взять и обзвонить в старую базу, или сделать по ней рассылку. Сказать, ребят, здрасте, у нас там суперакция новогодняя, не знаю, планировка в подарок. И о тебе вспомнит клиент, с которым ты работал там пять лет назад. Я такой, блин, точно, а она же, вот, где, я ее контакт потеряла. У меня сейчас сын как раз, брат, сват, делает ремонт, сейчас скину ему, да. На что дизайнеры на меня смотрят выпущенными глазами, говорят, а у нас нет этой базы. Даже тех, кто не заказывал, а просто обращался. Поэтому, друзья, система учёта такая как бы скучная, но очень важная вещь. Она помогает вам, во-первых, да, не забывать тех, с кем вы работали, а во-вторых, не терять тех, кто к вам сейчас обращается. Это тоже большая проблема, потому что очень часто дизайнеры говорят, ну, вы нам нагоните клиентов, а мы с ними как-нибудь сами разберёмся. Нифига не разберётесь. Вы зашьётесь, это называется, кстати, у меня там статья есть, называется кризис роста. Когда вы начинаете расти к вам, вы начинаете становиться популярным, к вам начинают приходить новые клиенты, вы не успеваете брать сотрудников, в итоге зашиваетесь. Ну, в общем, сами понимаете, ничем хорошим это не заканчивается. Со столяркой такое часто происходит, да, когда столярка начинает распухать и косячиться. Ну, с любыми поставщиками. Такая же история может произойти и в дизайне. Поэтому для того, чтобы вообще не забывать анализировать, сколько у вас сейчас клиентов, сколько к вам обратилось. Вот к вам, условно говоря, в понедельник там обратилось 10 клиентов. Вы понимаете, что из них там, не знаю, в заказ перейдёт один, а остальные 9, они могут у вас заказать там в течение месяца. А на следующий день к вам обратились 9 клиентов, а потом там, не знаю, 5. То есть у вас уже там, да, сколько, 4, ну, в общем, много клиентов уже обратились. А представляете, они в один момент все захотят у вас заказать. Вот они ждут какую-то там чёрную пятницу, 13-го числа, и всё. И вы должны уже подстелить себе соломку. А вы сидите без сиромки и бамбук курите. Дальше. К вам обратились эти 10. Один заказал, а вы никого не записали. А как же им позвонить сказать? Ребята, ну что, надумали, не надумали? Что мы будем делать, не будем? И проговорить с каждым. Кто-то захочет скидку, кто-то захочет отсрочку, кто-то захочет подумать, кто-то захочет в офис приехать. Да, они не будут вам звонить. Да может и будут, вы трубку не возьмёте. Правда, они в директ вам в Инстаграм напишут, вы не читаете. Я, может, кто-то видел мой вебинар, когда я разбирала неразобранный директ Инстаграма, где живые клиенты пишут дизайнерам. Я просто попросила доступа и прям вот сидела и смотрела, где люди пишут, дизайнер, я хочу заказать, а ему даже не отвечают. Вот для этого нужна как раз история с CRM-системой. Сейчас я вам покажу. Тоже это моё, наверное, упущение. Я очень долго к ней шла. Я перепробовала все там мегапланы и чего-то ещё. И здесь очень важно, друзья мои, руководителю её внедрить. Тоже на своём примере расскажу. Я совершенно творческий человек. Вот эти все таблички, меня там немножко глаз начинает от них дёргаться. Вне зависимости от того, что у меня инженерное образование, я вроде технария должна как-то там всё это структурировать, нифига. Поэтому я не работаю по специальности, по первой. Ну так вот, я напокупала, я всегда, у меня чего только не было. Трелла, ещё все я, Бейс Кэмп, кучу денег на это слила, мегаплан. Ну а я в них не работала. То есть я их как-то вот покупала, сотрудникам давала, не работала. Я говорю, сами, девчонки, что вы не работаете в CRM-системе? Потому что я сама не работаю. Но вот в какой-то момент петух клюнул, и мы все перекрестились, и как бы в обязательном порядке стали в ней работать. Я уверена, что сейчас каждый мой сотрудник говорит себе, себе. И мне, и всем спасибо за то, что мы с ней стали работать. Мы работаем в Bittrex 24. Вот так вот выглядит наша CRM-система. Но я не буду сейчас... Я просто взяла скрин, показала вам, что это очень удобная штука, где мы можем отслеживать все входящие заявки. У нас есть запись звонков. Мы в любой момент можем прослушать, когда клиент говорит, я вам этого не говорил, или говорит, вы мне этого не предлагали. И мы такие, минуточку. Оп, сейчас мы проверим, предлагали или нет. У нас идет переписка из одного аккаунта. У нас все отслеживается. И я все вижу, кто там взял трубку, кто не взял трубку. Какой менеджер пропустил клиента, какой не пропустил. То есть это очень удобная история. Но еще раз, да, там Bittrex 24, это там, ну, как бы для больших объемов. Вам я предлагаю просто ввести Excel. Вот просто начать хотя бы с него. Basecamp хорошая история. В принципе, она простая для понимания. Много, на самом деле, CRM-систем простых. Начните хотя бы с Excel. Прямо сейчас, неважно, обращаются клиенты с одним унитазом, с одним санузлом. Ничего, взяли табличеньку и методично вносим. Методично вносим. Потому что клиенты растут так же, как и вы. Помните, я вам говорила про друзей, которые сначала вы с ними на скамейке пиво пьете, а потом он вице-президент банка, да, какого-то. То же самое с клиентами. Сначала он у вас заказывает санузел, а потом заказывает загородный дом. Поэтому, друзья, вот прям такую табличеньку с запросом, отказался, не отказался, прям начинаем вести. Да, очень нормально, да, удобно. Зачем нам вообще это нужно, да, и что нам это дает? Это нам еще дает, почему я не просто там прошу туда вносить контакты клиентов, но еще развернуто давать эту информацию. Потому что это дает вообще понимание клиента. Это дает вам возможность потом с ним разговаривать на том языке. Это дает вам возможность потом... Вот условно, да, откуда он пришел? Часто тоже дизайнеры не задают этот вопрос. Я говорю, всегда спрашивайте, как вы о нас узнали? И почему-то, когда говорят из интернета, дизайнеры на этом успокаиваются. А интернет, ребята, это очень широкая история, да. Интернет, это может быть статьи, это может быть социальные сети, это может быть YouTube, это может быть Zen, там еще что-то. Вы понимаете, что вот это те источники, куда вам нужно силы свои направлять. Поэтому из интернета там или из статьи. Какой статьи? Вообще что за статья? Это может быть была у поставщика на сайте была статья размещена, да. То есть вы ваши рекламные ресурсы потом сможете туда отправлять, откуда приходит больше всего клиентов. Поэтому это нужно спрашивать, это нужно изучать. Но и вот для этого нужно ввести эту CRM-систему. Ой, извините, я тут немножко приболела. Помню ваш вебинар. А, с этим, с разбором, с разбором директа, да. Можно, кстати, обновить, как раз разобрать снова. Так, с CRM разобрались. Мы с вами на финишной прямой, друзья мои. А, мы совсем прям на финишной прямой. Это мой девятый совет уже, или уже десятый сейчас будет. Очень просто. Совет очень простой. Быть на волне инноваций, следить и внедрять все то, что сейчас происходит, новенькое. Почему? Мы не знаем, что у нас там сработает в ближайшее время. Мы не знаем, куда будет развиваться наш мир, наш рынок и так далее. Это может касаться и, допустим, каких-то материалов отделочных в индустрии дизайна, трендов. Это может касаться каких-то технологий с точки зрения продвижения. Тоже, оглядываясь назад, я помню, что социальные сети, вообще продвижение в социальных сетях началось, когда я еще работала в найме, там вообще совсем-совсем зеленый. Там после института пошла в компанию на практику. И тогда я помню, что какие-то соцсети, статьи, ВКонтакте, фига. Я помню, надо, надо. Все там, все побежали, и я побежал. Бежим, бежим. Там, значит, туда добежали, сюда не добежали. Просто делаем все, делаем все, а вось пригодится. И, понимаете, через какое-то время вот это вот пригодилось. Что-то закрылось, что-то открылось. Появился там Инстаграм, ВКонтакте все равно оттуда пошли какие-то клиенты. Твиттер кто-то помнит. То есть, еще раз, видите что-то новое, не ленитесь. Зарегистрируйтесь. Ну, условно, да, вот тот же самый средств, который появился. Ну, фигня фигней. Клабхаус. Что это такое? Но мы же не знаем. А вдруг выстрелил бы, да? А вдруг сработал? А вдруг тоже Инстаграм, когда появился, наверное, кто-то думает, зачем? Есть же Фейсбук. Что это за фигня такая, да? А сейчас что происходит? Вот, поэтому видите что-то новенькое. Прям не вкладывайтесь в большие усилия, но зацепитесь и начните это копать. Да, авось разовьется. Тенчат тот же самый. Да, вот он появился, когда все там в прошлом году устращали о закрытии, там, всего перекрытия, VPN и так далее. Все. И мы тоже такие, о, надо зарегиться. Там разберемся. Там будем копировать тексты, просто копировать, вставлять, копировать, вставлять. Сейчас он так как-то поутих, но там, тем не менее, своя тусовка, там свое сообщество, я там тоже периодически что-то подписываю, но силы туда не вкладываю. А авось бы выстрелил, да? Ну, то есть это вот касается именно каких-то таких прикладных историй. Сейчас это, конечно же, искусственный интеллект. Сейчас, конечно же, если вы еще не там, если вы еще его не изучили, самое время изучать. Что останется, куда он будет развиваться, да бог его знает. Но мы понимаем, что надо там быть. И вы сейчас просто можете это время упустить бесследно. И все, и вас обгонят, перегонят. Аналогично касается материалов, да, допустим, каких-то прикольных, инновационных, необычных материалов. Видите материал, понимаете, что было бы круто его использовать, но некуда. Ничего страшного, сделали обзорчик, сделали какой-нибудь сториз, сделали, ну, что-то вот просто, оп. А потом вы через какое-то время будете говорить, да я этот материал уже два года назад использовал. Чем вы меня удивите? Все, вы станете чуть выше в глазах вашего клиента, вы станете экспертнее в глазах вашего клиента. Вы станете просто топ-перетоп. Вот. Ну, вот такая картинка вам к искусственному интеллекту. Ну, и все, последнее, о чем я хочу сказать, что, друзья, ну, дальше там будет еще несколько слайдов для развлечения. А резюмируя, я бы хотела вас отпустить, да, в течение пяти минут и себя тоже. Резюмируя, эту фразу мне всегда говорил мой папа с детства. Я запомнила его просто на всю жизнь, вот когда я еще была маленькой, я так на минуточку кандидат в мастера спорта. Я, что еще, ну, это было в детстве. Сейчас я тренер по сноуборду, да, ну, то есть, как бы, вот, наверное, вот этот соревновательный дух, он у меня в крови. И всегда меня учили с детства, что сначала ты работаешь на имидж, потом имидж на тебя. И это так было в школе, так было в институте. Первое образование, второе, там, неважно, работа, архдиалог и так далее. И сейчас я действительно понимаю смысл этих слов. Сначала ты вкладываешься, ты находишь на это время, ты вкладываешь в себя, в свое обучение, в свой пиар, а потом ты куришь бамбук. И тебе клиенты идут сами. Вот. Это самое, наверное, главное, что я хотела вам сказать. И я рекомендую вам сейчас на этапе становления, на этапе развития, я прошу вас, найдите время на то, чтобы работать на свой имидж. Ну и в завершении хочу еще пару слов сказать, еще один совет на тему того, что забудьте о конкуренции. Вы не конкуренты друг к другу, вы коллеги друг к другу. Объединяйтесь в коллаборации, объединяйтесь в какие-то необычные истории. У вас есть уникальность, у вас есть то, что мы проработали на первом слайде. Не завидуйте, не дай бог, друг другу. Не думайте, что вот кто-то знает больше, кто-то знает лучше и так далее, и так далее. Просто объединяйтесь, дружите друг с другом, создавайте какие-то новые форматы, новые коммуникации. Ну и в качестве таких вот идей интересных я хочу вас повеселить на прощание нашей встречи и рассказать интересные примеры коммуникаций, коллабораций. Например, помните, я начала с того, что приходит время необычных идей, приходит время прорывных идей. Ну и завершите, я хочу какими-то просто такими развлекательными прорывными идеями. Вот, например, так, сейчас на вопросики поотвечаю. Вот, например, прикольная коллаба Пума из мультфильма. Согласитесь, я бы не отказалась от таких кроссовок. Согласитесь, казалось бы, мультик и кроссовки. Ну круто же, круто. Прикольная коллаба Бургер Кинг и World of Tanks. Булка и игра. Коллаба? Классно. Белка Кар, музей Москвы. А еще я рекомендую подписаться на такой канал. Они редко выкладывают, но у них всегда очень прикольные прорывные истории. Unreal Collab, естественно, это нереальные коллаборации. Но я понимаю, что сода, пищевая и болинтиага не могут сделать кроссовки. Но согласитесь, это выглядит круто. Это просто что-то новое, необычное, прорывное. Или Аленка и Гуччи. Ну, забавно-забавно. Может быть, подпишетесь на этот канал, и какие-нибудь тоже идеи для коллабораций вам придут. Со всем в завершении я, конечно же, не могу не посоветовать вам книгу. Это Роберт Челдини. Я говорила так или иначе про бизнес, про продажи. И, пожалуй, лучшую книгу, которую я прочитала все время и много читаю. Вообще занудокнижная. Но это действительно повлияло на мою жизнь, повлияло на мою историю коммуникации с клиентами, на возможность им продавать и делать, как мне кажется, это неплохо. Это Роберт Челдини «Психология влияния». Она есть в открытом доступе, ее можно скачать. Читайте, пожалуйста, на здоровье. Учитесь продажам, учитесь коммуникациям. Участвуйте в конкурсе «Дизайн перспективы». Конечно же, у вас осталось всего три дня на это. Подавайте заявки. Ну и я надеюсь, что я была вам полезна, что я дала вам какие-то сегодня новые идеи, вдохновила и своей историей, и истории людей, с которыми я работала. И я буду рада ответить на ваши вопросы, если они есть, получить какие-то благодарности, если они есть. И, конечно же, если вы отметите нас в соцсетях, подпишетесь на нас, это будет приятно. Ну, а с вами я хотела бы тоже увидеться на подведении итогов конкурса, который у нас будет в ноябре на нашем форуме «Молодых дизайнеров». Спасибо вам большое. Открываю чат. И быстренько, сейчас быстренько, прям вот хочу, чтобы в 30 минут вас отпустить. Видите, я это королева тайминга. Хочу ответить и прочитать то, что вы мне пишете. И напишите мне обратную связь. Ну, я надеюсь, что я не зря сегодня тут фонтанировала энергией, вспоминала. И 10 лет своей непростой бизнес-жизни я прям даже, прям немножко поностальгировала, разговаривая с вами об этом. Светлана, как вы считаете, в эпоху личного бренда возможно ли продвигать студию под фирменным названием? Сегодня, кстати, специально говорила про личный бренд, но спасибо, что спросили. Если только начинаешь работу, имеет ли смысл сразу позиционировать себя как студию, если есть планы по ее созданию, развитию? Смотрите, как бы, конечно, сейчас люди покупают у людей время личного бренда, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И это все правильно. Ну, вот давайте тоже расскажу про свой опыт. Здесь, безусловно, решать вам, что я выбрала для себя в свое время. Я поняла, что я хочу, чтобы, там, не знаю, моим детям, может быть, как-то в мире осталось не просто вот я как я, да, а что будет там, когда я умру, условно, да? Вот, ну, как бы я задала себе этот вопрос в 23 года. Мне все было хорошо. Ну, просто вот останется после меня какой-то проект, какое-то название, какой-то бизнес, что? И вот для себя я приняла это решение, что я буду создать агентство. Я не буду просто фрилансером. Я буду развивать действительно вот эту брендинговую историю. Но при этом, как вы понимаете, да, личный бренд, он идет в параллели с агентством. Он идет друг с другом. Я лицо своей компании. Но при этом у меня есть девчонки, которые общаются с клиентами, которые себя показывают, которые ведут мероприятия. Мы их не стесняемся, мы не закрываем там их лицо красным, черным квадратом и говорим, только Кутлукова, больше никто. Нет, абсолютно. И прям я только за. Поэтому здесь решать вам абсолютно. По факту, по-хорошему, продвигать и то, и другое. Но что вы хотите, как вы дальше хотите чувствовать и ощущать себя в пространстве, это только ваша история. Спасибо за вебинар. Получила мотивацию к продвижению. Самое главное. Екатерина, спасибо большое. Светлана, как обычно, самое сердечко. Ксения, надеюсь, что это взаимно. Спасибо за щедрость. Уходим с мешком идеи Венера. Очень красиво у вас имя. Донесите, пожалуйста, мешочек, воплотите его в жизнь. Спасибо большое. Много полезной информации есть, к чему стремиться. Илона, спасибо вам. Я вот хотела задать вопрос. Кто-то писал, что 15 лет практики. Напишите, пожалуйста, было ли вам сегодня что-то полезное, интересное. Вы прислали сил и уверенности. Главное, стал виден путь для движения вперед. Я поверила, что все получится. Татьяна, у вас нет другого выхода. Если вы для себя это решили, то все, назад дороги нет. Вспомните историю про мастер-банк. Вот реально, я вот сейчас вспоминаю и думаю, господи, вот правда, все плохо. Это декабрь, это конец года, это погода, это ужасно. Ты только-только вообще открыла бизнес, ты получила первый клиент. Он перевел тебе деньги, и все, и они пропали. Это знаете, это как МММ, я не знаю, что чувствовали наши родители. Это как Советский Союз распался, это, блин, в другом государстве. У тебя все пропало. Ну, это там, нет, у них, конечно, пожестче было, чем у меня, но на тот момент это была трагедия. И единственный вариант, ну, как бы два варианта. Либо закрывать и идти в найм, потому что ты только из него ушла, и думаешь, все, поигралась и хватит. Либо собрать волю в кулак и работать. Ну, я выбрала второе. Поэтому, если вдруг у кого-то будет такая там ситуация какая-то, там, сложная, вспомните мою историю, подумайте, что, ну, блин, всем тяжко, всем тяжко, но ничего страшного. Ну, прорвемся, девчонки, мы же сильны. Поэтому у нас, мне кажется, мужчин тут нет в чате. Светлана, спасибо. Спасибо большое за вебинар. Мне, как начинающему дизайнеру, вся информация была невероятно полезна. Спасибо большое вам, Анастасия. Очень интересно, полезно. Приятно познакомиться. Алена. Алена, спасибо, взаимно. Всегда в удовольствие вас видеть, слышать, всегда с огромной пользой. Спасибо, что поделись опытом. После этого вебинара легче решиться на челлендже, конечно. Кайф, вперед, с песней. Емкий вебинар, по полочкам, очень круто. Спасибо, благодарю за информацию, энергию. Этого хоть и добавляй. Екатерина напоминает ссылку на конкурс. Друзья, пожалуйста, мы сегодня встречаемся в рамках конкурса. Пожалуйста, не подведите меня, подавайте заявки. Я очень прошу вас, пожалуйста. Огромное спасибо за возможность применять участие в семинарах. Очень круто и невероятно полезно. Наталья, спасибо, потому что от души. Это вот помните, что я говорила в самом начале. Нельзя надеть чужой костюм и чувствовать себя в нем комфортно. Нельзя надеть там чужую шляпу и радоваться. Она тебе может не идти. Если ты любишь, что делаешь, делаешь это от души, выбираешь себе... Ну да, тоже пословица есть. Я не работала ни дня, потому что выбрала себе в качестве работы хобби. Вот такая же история, когда ты делаешь от души, это чувствуется. Спасибо за яркую мотивацию. Снежный московский вечер. Да, вечер сегодня необычный. И день тоже такой же. Друзья мои, я вот 20-28. Я благодарю вас за то, что вы были с нами. Надеюсь, что сегодня вы получили порцию вдохновения. Я тоже всегда заряжаюсь от вашей обратной связи. Мне будет приятно, если вы выложите какие-то скрины в социальные сети. Давайте, знаете, какую-нибудь мотивационную историю вам включу. И мне будет приятно, если вы ее заскрините. Вот это, например. Вот. Поэтому всем желаю удачи. Желаю победы в конкурсе. Главное не участие, как говорится, не победа, а участие. Но я всем все равно желаю победы. Номинаций у нас много. Поэтому всем хватит призов и подарков. Мы с вами увидимся на форуме живьем в Москве. Если кто-то в регионах, ничего страшного. Ваш подарок вас найдет. Вот. Так что приходите. Архдиалог окрыляет, как говорится. До новых встреч. Спасибо, что были с нами. Всем хорошего вечера. Не мерзните. Пока-пока. Я с Тонгтлуковой агентства Архдиалог. И Екатерина Минаева со мной сегодня работала в чате. Все. Всем хорошего вечера. Пока-пока.